Кандидаты от Единой России в губернаторы, в муниципальные депутаты и так далее по всей стране в спешном порядке пишут заявления о выходе из партии. Причина банальна, рейтинги ЕР рухнули да и наворотили. Ребята за многие лета уже столько, что большой любви от избирателей ждать не приходится. Даже вбросы вряд ли помогут. А если нам снова начнут врать в сентябре о каких-то там 70-80 процентах, мне что-то подсказывает, случится большой шухер, нечто вроде бунта. Видимо, не я один это осознаю. Обитатели Старой площади, в смысле Кириенковские, тоже вот и придумали такой финтушами. Ай, молодцы, начинаем. Хотя подождите, а как же дамы и партия реальных дел, дамы и партия президента? Совсем недавно ведь я те лозунги слышал. Ну да, год назад перед выборами главы государства только на нас Путин может опереться. А сейчас-то что случилось? Где, кстати, неподдельная народная любовь? Еще прошлым сентябрем Единая Россия одерживала одну громкую победу за другой. Причем уверенные такие победы у партии были с какой-то нереальной процентовкой. Меньше 60-ти они нигде не брали. Че, за несколько месяцев всего народное обожание на нет сошло? Да ладно! И мы этого добьемся. Слышать голос каждого – наша обязанность. Че-то, видимо, плохо слышали, раз сегодня кандидаты от партии стремаются собственной принадлежности. Их реальный анекдот ведь. Посмотришь биографию человека, всю дорогу в ЕР состоял, карьеру там сделал. Убеждал, это самая лучшая партия на планете. А сейчас вдруг заявление написал, и я самовыдвиженец. Не пугает таких кандидатов даже то обстоятельство, что если они пойдут на выборы от парламентской Единой России, им необходимо просто заявиться для участия. Если же как независимые политики подписи надо будет собирать. Кучу других геморройных процедур пройти Навальный. Вон жалуются. Мы, говорит, уже задолбались с этим выдвижением. Хотя у Навального в той же Москве поддержка-то, дай бог. Ох, подозреваю нынче, покруче, чем у Собянина даже. Каждому из них нужно собрать 3% подписей избирателей в своем округе. Это примерно 5-6 тысяч человек. Это очень сложно в Москве. А кандидаты-ставленники власти, в том числе бывшие единороссы, ну, у которых узнаваемость ниже, почему-то уверены, что они легко соберут те подписи самостоятельно, хотя мы понимаем, что да, соберут, и знаем, почему соберут, вы не знаете. Объясняю. Даже если кандидата от власти вообще никто не знает, вообще никто о нем ничего и никогда не слышал, есть такая замечательная штука, как административный ресурс. Ну, спустят по всем бюджетным учреждениям команду собрать 5 тысяч подписей за какого-нибудь Пупкина. Думаете, в этих бюджетных организациях кто-то сильно возражать станет? Ты иди сюда, подпишись здесь. Толик, не огорчай маму. Да вы что-то. А то врежем. И все, что не доберут, просто тупо нарисуют. Че там, на паспортный стол пшикнул, ну-ка, данные мне сюда полутора тысяч избирателей. Затем посадил пару клуш, дал им пять тыр на двоих. Они оставшиеся подписные листы заполнят. Ну, а дальше по всем каналам начнут показывать этого Пупкина. Вот вам и узнаваемость. Простой пример. Кто-нибудь из вас вообще пару месяцев назад знал о таком человеке, как Текслер? А сегодня в Челябинске этого товарища знает каждая собака. За пределами Челябинской области каждая вторая собака. Но факт остается фактом. Знают. Из никому неизвестного куска полена, простите за такое сравнение, сделали узнаваемого в народе Буратино. Это реальная журналистика. Обманули дурака на четыре кулака. Опять тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Тотал Баттл. Военно-экономическая стратегия, в которой вы построите собственный город, а затем будете его защищать. Мир Тотал Баттл наполнен монстрами из разных мифологий. Кровожадные карлики из Восточной Европы, драконы из таинственной Азии, тролли из холодной Скандинавии. Вы точно не заскучаете. Снаряди войско и готовься отразить атаку. В борьбу за выживание лучше вступить с другими игроками. Успех зависит от команды, поэтому с самого начала стоит найти клан с опытными геймерами, которые помогут, подскажут, подставят плечо, если нужно. Продвинувшись по карьерной лестнице, ты сможешь стать королем клана. В каждом королевстве свои законы, вы сами их принимаете. Кстати, игра это не только сражение, это еще и исследовательский процесс. Погружайся в древние подземелья и склепы, там скрыты несметные сокровища. И артефакты забытых цивилизаций, найденные вещи, к слову, пригодятся. А еще Тотал Баттл это социальная игрушка. Правила мушкетеров помнишь? Один за всех и все за одного. Поддержи меня по ссылке в описании и получишь бонус новичка на 24 часа. Играть можно как с компа, так и с телефона, не трать лишнее время. Начинай играть с преимуществом, жми уже на эту ссылку. Хотя вот как по мне подобным поступкам в русском языке существует вполне конкретное определение предательства. И вот эти вот люди, что пишут в данный момент заявления о выходе из ЕР в спешном порядке, предатели просто. Они предали партию, они предали своих избирателей, наплевали на собственные слова, которые произносили там до этого 10-15 лет. Обыкновенные предатели, мне интересно. А когда у Путина рейтинг конкретно упадет, эти люди также от него открещиваться станут. Сегодня, да, они лепят. Наш президент, ой, наш президент, красавчик. А потом, что будут болтать? Давайте поспорим. 9 из 10 помоями бросятся своего сегодняшнего патрона поливать. Человек, который предал один раз, будет делать это по жизни. И вот только не надо меня сейчас пугать. Ой, засудят ведь тебя за оскорбление представителей власти. Во-первых, эти люди еще никакие не представители власти. Они только кандидаты. Да, есть среди них ИО, но это тоже не представители власти. Это всего лишь ИО, а во-вторых, господа. Но если во власти в моей стране окажутся, в конце концов, предатели, я откажусь признавать такую власть властью моей страны и, думаю, буду прав. А тебя доблестный плохиш. Мы достойно награждаем за твою великую услугу. А в правительстве России меж тем в очередной раз озаботились, как бы сделать так, чтобы промывка мозгов населению не сбоила и даже стало жестче, вы будете смеяться. Но в ведомстве Антона Силуанова в Минфине на полном серьезе занялись цифровым телевидением. Где Минфин и где цифровое телевидение? Но обо всем по порядку. Я уже неоднократно рассказывал об этой афере Кремля, которая, по сути, лишила россиян выбора получать какую-либо информацию, кроме правильной, ну, посмотрите на те 20 каналов из цифровых мультиплексов. Это же практически первая-вторая кнопка времен СССР. Там половина грамотно ориентированных информационных СМИ, другая половина чистая развлекуха. Так вот, в Министерстве финансов задумались, а ведь развлекуху тоже без присмотра оставлять не алю. Вдруг какой-нибудь мультфильм про меня или про Навального снимут, покажут. И предложили, а давайте эти каналы тоже на поводок посадим. В смысле, на бюджетное финансирование. Коммерческие каналы на минуточку. Короче, коммерческое телевидение, но попавшее в мультиплексы, мы с вами тоже теперь будем оплачивать. Классно? В общей сложности заявленный бюджет целевой программы развитие телерадиовещания до 2019 года составляет 174 миллиарда рублей, из которых свыше 97 миллиардов выделены из госказны. Приведу еще один важный факт. На распространение в цифре по всей стране 10 каналов необходимо как минимум в районе 13 миллиардов рублей в год. То есть вы представляете, о каких деньгах речь? Сотни миллиардов и на что? Чтобы из твоих мамы, папы, бабушки сделать законченных идиотов. Россия это Путин, кругом враги. У них на пенсии, блин, денег нет. Они налоги нам поднимают. Говорят, держитесь здесь. Президент признается, да, доходы населения упали. Но таковы реалии современной жизни. Ага. А вот на финансирование зомбоящика бабки всегда найдутся. Даже для коммерческих каналов. Напомню, мне вот, вы знаете, часто пишут, зачем ты все это в эфире рассказываешь? Кому нужна эта болтовня? Какой от нее толк? Да если бы не было толку от болтовни в телевизоре или в интернете, власти нашей не выламывали бы миллиарды в эти заранее убыточные предприятия. Может, теперь поймете. И да, мы до вас просто достучаться пытаемся, кричим. Не все то шоколад, что коричневое. Снимите уже эти розовые очки. Посмотрите, как вас пытаются обмануть на каждом шагу. Все наши достижения, о которых вам в ящике говорят, они мифические. Они существуют только там, на голубом экране. Иначе где этот планшет Чубайса, который нам показали по ТВ пять лет назад? Кто-то его видел в продаже, у кого-то он есть. Где ракета, про которую вещал Владимир Владимирович в 18-м во время послания Федеральному собранию? Я про тот мультик, что всем нам показали на Россия-1. Может быть, кто-то слышал о том, что произведен опытный образец, готовятся какие-то испытания? Нет. А знаете почему? Потому что это был просто мультик, ну я так думаю. Потому что все наши достижения, они выдуманные. А если что-то и производится, оно производится в единичном экземпляре, дабы показать тебе это по ящику. Все. Кино и немцы, кстати. Да, помимо мультиков у нас еще есть россказни о великой победе 75 лет назад. Живем внутри Терешоу. Гордимся прорывами. Кого-то там из прошлого, кого даже не знаем. Сильная Россия. Единая Россия. Хотя, если речь идет о партии, ее и правда жалко, предали ведь. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на страничку в ютубе сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok